Вчера мы в Бельцах решили очень много важных вопросов. Послезавтра начинается ремонт Парка Победы, чтобы он выглядел как Парк Победы, а не так, как он выглядит за последние несколько десятков лет. Мы начинаем... Надеюсь, никто нам не заблокирует тендеры. И у нас запланированы также километровые площадки. Значит, у нас запланирован целый километр улиц тротуара в разных микрорайонах. Мы готовим улицу Дечебл. Кстати, про улицу Дечебл, ребята, ну вот этот Дру Мурбуни, я хочу, чтобы это вы все услышали. Проект Дру Мурбуни, про него вы все знаете, слышали, читали, видели по телевизору. Что я хочу отметить, значит, он предусматривает только, значит, эти деньги. Вот, например, на Бельце в этом году 25 миллионов лей, где Додон кричит, это я, там, это наша, там, ферма, там, по развитию птицеводства, так далее. Это деньги бельчан, которые возвращаются с национального бюджета в город Бельце. А вернется еще больше, хочет этого Додон или нет. Так вот, значит, эти 25 миллионов лей можно использовать только на асфальт. Вы видели, уже облетели все телеканалы новость, там, по-моему, новость Дру Мурбуни в Дрокевском районе. Вот представьте себе улица Дечебл. Для тех, кто живет в Бельцах, знают эту улицу, это улица Артема, там, бывшая, да. Улица Дечебл, это вот въезд со стороны Рыжка, Дроки, через Круг и до улицы Михаила Минеску, через весь город, до улицы Штефан Чалмарь. Значит, говорят, что нет, нельзя использовать на бордюры. Значит, из этих денег можно делать только, менять само покрытие. Вы понимаете, сегодня, когда вся страна у нас без бордюров, начиная к городам, начиная к Кишиневым, заканчивая другими, Кишиневым, Бельцами и другими населенными пунктами. И делать за 25 миллионов лет, там, получалось, два с чем-то километра дороги асфальт, без бордюров, вы понимаете бы, как это выглядело. Мы срочно, слава богу, у нас уже было соглашение о кредите, мы закупаем эти бордюры, приглашаем несколько компаний. Но вот этот идиотизм, как у нас проводятся тендеры, конкурсы и так далее, ребят, вы понимаете, что вот сейчас нужно провести тендер на тротуары, есть мета, который делали муниципальные предприятия. Говорят, вот так и здесь и публич, может зарубить, если нет проекта на ремонт тротуара. Да какой проект на ремонте, о ремонте тротуаров, если там нет коммуникации, речь идет о замене бордюра и тротуарной плитки, которой там никогда не было. О чем мы сегодня говорим, понимаете, вот так вот все закручено, усложнено для того, чтобы дороги делали зимой, тротуары и так далее, понимаете. Но Дру Мурбуни, то, что нельзя использовать эти средства на замену бордюров, я говорю, давайте вместо трех километров дороги сделаем два с половиной, но с бордюрами. Нет, можно использовать деньги только на асфальт. Такую ерунду сделали в прошлом году, когда вернулся в Молдавию, Дру Мурбуни, сделали часть улицы Александру Челбун-Бельцик. Здесь места, где бордюров почти нет, есть места, где они разрушены, но бордюры, но как бы новый асфальт. Они говорят, ничего страшного, потом Примария может отдельно фрезой это все разрезать, демонтировать старые, установить новый, потом надо положить асфальт. Это во сколько нам выйдут потом эти работы, понимаете. То есть никто не хочет считать экономические последствия всего этого идиотизма. Вы знаете, не нужно быть профессиональным дорожником, достаточно иметь простой логики для того, чтобы понять, что какие-то вещи делаются неправильно. И самое главное, кажется, вам нужно так важно делать интересные 최 통-логики.